Аутфит в аэропорт. У меня будет супер долгий перелет. Сейчас час тридцать ночи, вылет в 3.20. Вылетаю в Стамбул. Короче говоря, у меня всегда такая тревожность, что меня не пустят, особенно в международном аэропорту на регистрации, как будто что-то пойдет не так. Как называется эта болезнь? Надеюсь, я не одна такая. Хотя у меня все в порядке, виза есть, судимости нет, но я всегда тревожусь по этому поводу. Вот так вот. Ладно, сейчас потихоньку будем вставать. Вылет уже через час. Задержка на полчаса. А свет не посвящена. Короче, прилетела. Сейчас где-то в Казахстане 10 утра, я вылетела где-то в 4 утра. Я нифига не спала, никак не смогла уснуть. Пошла в отель в Стамбульском аэропорту. Он стоит 200 долларов почти за 5 часов. Это полный стейшен. Я сейчас пойду посмотрю капсулу. Вот, капсулу хватало. Можно будет подешевле. Капсульный отель за час 25 евро. За час. У меня 5 часов нужно еще где-то шататься. Это получается 125 евро. Короче, они охуели. Простите за нецензурную брань, но это реально капец. Буду ходить. Не спать снова. Создать рейс 6 часов. Вот отсюда и выходят мои мешки под глазами. И поспала немножко на диванчиках. Из 5 часов, может, час поспала, потому что Катерина просыпалась. Но немножко бодрее все равно сейчас я, чем если бы не спала. У меня самый последний гейт F-19. И я просто аж 150 лет иду в этот гейт. То есть экспресс-спала. Все-таки дошла до F-19 гейта. Минут 10 точно я шла. И продолжительность полета 4,5 часа. И я хочу ужрать, поэтому я не буду спать, пока еду не принесут. И поем, потом попробую поспать. Сажусь на посадку. Сажусь в самолёточный. Надеюсь, посплю и поживу. Это аварийный выход. Тут дополнительно есть место для ног. Телая в Мадрид. Жду свой багаж. Вышла из аэропорта и села в такси. И на такси у них тут очередь стоит. Чтобы зайти в такси, нужно просто стоять в очереди. Потом тебя направляет там дорожный человечек один стоит. И за 30 евро меня сейчас довезут до моего отеля. Но по юберу я посмотрела. Там примерно 25 евро выходит. Ну ладно, пускай 30 будет. В общем, минут 20-25 ехать ещё. А в Казахстане это было бы 3 евро. Здесь 30 евро. Здесь раз дороже. Хорошо, что у меня осталось евро с предыдущих поездок. Ужас. Как я ужасно выгляжу. Я не спала. Кажется, сутки. Но я зачекинилась. Я до сих пор поражаюсь, что я делаю какие-то такие взрослые дела. Хотя сколько путешествую. Всё равно поражаюсь, что я вот так вот в чужих странах так комфортно себя чувствую. Это мой ром-тор, потому что почему-то не включилась. Или что? Вот такая вот минималистичная ванная. Это я убитая. Буду принимать здесь душ. И сразу идти спать, потому что я сутки не спала. И вот такая небольшая спальня. Ну без изысков, конечно. Но светлая и довольно-таки. На двоих людей на 3-4 дня хватает. Квадратуры. И вот такой вот у нас здесь. Видок. Ну я бы не сказала, что прям вау. Но это Мадрид. Как бы сказать, индустриальный город, столица. Здесь делают деньги, как в Астане. Наверное, Барселона подошла бы лучше, типа как Алмата была бы. Ну а что есть, то есть. Мадрид, хотя бы Мадрид посмотреть в Испании я впервые повторюсь. Не успела я опомниться, как привезли сюда нам такой комплимент. Он сказал, что это Просеку. Это с Андрея написано. Ну, конечно же, я это всё попробую. Пока я одна заселилась, скоро приедет мой мужчина. Будем пить вдвоём. Короче говоря, я не поленилась и приняла ванную. Теперь в свежих, чистых постелях сплю. Буду спать. Вообще, мы идём в парк, и по пути нам вот попался такой вот, такая вот ярборка. С книгами и с дисками. Огромный парк. Ход в него. Сейчас будем здесь гулять. Мы вышли в центр парка. Здесь есть фонтан такой красивый и аниматор. Ему, наверное, капец как жарко. Я ему не завидую. Хотя на улице плюс 20 с копейками. Но тем не менее, жарко. Вот такая красота посреди парка. Здесь можно покататься. Вот это что за памятник? Я не знаю. Знаете, пишите комментарии. И тут везде собаки. Просто везде. Дворец коммуникаций. Галерея для шоппинга. Здесь у нас есть Louis Vuitton, Dior, Cartier, Hermes, Rolex. Все, что хотите. Зашли Джимми Чу. Смотрите, какая здесь. О, такие малышки. Hello. Вот такие вот малышечки Джимми Чу. I like it. Вот этот цвет просто бомбический. Я люблю такие. Ищицы. Просто вау. Далее по списку Louis Vuitton. Louis Vuitton. Здесь людей побольше, чем в других бутиках. Почему-то какая-то обсессия Louis Vuitton. Честно говоря, мне бренд не особо заходит. Непонятный для меня. Но людям нравится. Если людям нравится, значит, они делают все правильно. Посмотрите, у них здесь есть парфюмерия. Парфюмерный уголок. В таком вот чехле. На минус первом этаже вот такие вот интересные бары. Посмотрите, как классно. Мы вышли после Диора. Я побоялась снимать, потому что в Louis Vuitton меня остановили. Мягко говоря. Снимать было запрещено, поэтому я не стала рисковать. Вот такой вот у нас стоп. Вот, наконец-то, мы вышли на Майер Пляцца. Пляцца. Большую площадь. Посмотрите, сколько здесь людей. И куча ресторанов. Можно сесть, покушать тапас и сангрию выпить. В общем, там стояла скульптура. Я думала, это не живая скульптура. А вон скотина как взял и начал двигаться внезапно. Я вообще испугалась. Почему всегда я? Заказала сангрию и буррито с лососем. Вот что там, вечеринка у жениха. Посмотрите, он носит сейчас свадебное платье. Это очень корый. Вот рядом с ними его друзья в одинаковых рубашках. А он сидит в платье. Это очень корый. Я не могу видеть его лицо. Рынок Сан-Мигель. Тут можно попробовать мишленовские тапасы. Такой вот фуд-маркет. 2 евро за тапасы. Это тысячи деньги. Такая вот еда у нас. Морепродукты. Круассаны с крабом. Тут тоже есть. Ойстерс. Устрицы. Такие вот вау. За 5 евро. Народу просто тьма. Тьмущая. Какая милота. Сырая рыба. Триуда труда. Мы выходим, потому что здесь очень жарко и очень душно. Мы еще вернемся, потому что здесь есть много сырой рыбы и туней, которые мы любим. И еще чурок я не проводила, поэтому надо все вернеться. Но здесь ужасный запах есть. И жарко и жарко. Я особо не люблю. Решили вернуться обратно на такси, потому что мы шли очень долго и устали. Здесь работает юбер. Довольно прохладно. Я уже немножко пьяная. На ужин в ресторан. И начался сказать дождь. Свой амбрелла, короче. Это такой дождь. По дороге зашли в местный магазин, маркет. Знаете, что здесь у нас нет? О, боже. Вот такой вот фензи ресторан. Пришли мы кушать рыбу. Здесь рейтинг 4,8 на Google Maps. Поэтому мы здесь. Принесли аперитиву. Что-то с рыбой. Принесли наши скелопс. Выглядит очень фэнси. И на второе. Я не смогу сейчас сказать, что это. Попозже напишу. Все в тетрах. Это очень-очень вкусно. Но азиатская кухня вкуснее. Это наш дизер. Шоколад. Вчера я жестко напилась. О, боже. У меня аж голова болит. И сегодня мы идем в тур. Какой-то будет у нас гид. Какой-то будет у нас тур. Я не знаю. Будет продолжаться. Он 4 часа. Я думаю, я не умру. Потому что я хочу спать. Я очень себя чувствую после бутылки вина, которую мы распили. Это ужас. Я больше не буду пить. Ну, может, только один-два бокала. Достаточно. Это место, где тариатуры сражаются с зубыками. Сегодня в 7 вечера. Будет показ. Это показ. Это шоу. И билеты не совсем дорого стоят. Это от 20 евро. Ну, я особо не верю желанием туда идти. Самый старый ресторан в мире. Триста лет. Триста лет. Триста лет. Триста лет. Называется бутылки. Мы снова пришли в этот подвалчик. Фуд-холл. Сегодня будем что-то пушить. Убираем куда сесть. Чего покушать? 12 евро вот за такой вот бутерброд. Конечно же, мы должны были попробовать. Я взяла шоколадный творожный и фисташковый макарон. Чуть-чуть поспали. Сейчас будем покушать. Все-таки пришли обратно в этот огромный рынок еды. Мы взяли тунца с лицом. Будем пробовать сырую рыбу. И знаменитые стапосы за 1,2 евро. Небольшой бар попить домашнего сантрима. Вообще, как сок идет. Наконец-то нашла эту испанскую заруку. Сейчас будем обозревать. Вот это платье было в лимитке. Я как раз сегодня смотрела в приложении. Сейчас будем мерить. Этажная зара. Я уже не шоколадала. Сейчас мы пытаемся пройти в очередь. Очередь огромная. Здесь у них есть касса самообслуживания. Не надо стоять в очереди по тому кассой. Пожарная сигнализация все еще орет. А я вот такой вот комплект выбрала. Наконец-то пожарную выключили сигнализацию. Она меня немножко нервировала. Вот такое вот красивое платье. Только просвечивает. И такое платье в стиле арт-деко. И вот такой милый вязаный кардиганчик тоже понравился с розочками. Здесь тоже три этажа манго-одежды. Пойдем смотреть. Мне лень что-то примерять. Но вот это платье классное на пляж мне понравилось. Черное. И вот эта юбочка. Так, тут много-много всего. Смотрите, какая еще милашка. За 80 евро. Пошла в местный супермаркет. Ой, здесь алкоголь. Меня забанят потом. Короче, интересно, что едят местные. Здесь еще и стоит машина, которая делает сок из апельсинов. Здесь тоже у нас алкоголь. И вот такая фанта. Лимонная. Значит, надо взять, тоже покушать. Сегодня я буду одна. Мой любовник уехал на пару дней. Мы не встретимся. В другой стране увидимся. Так, вот у нас работает отношение. На расстоянии называется. Не знаю, что купить, пожрать. Я не понимаю, что тут можно кушать такого. Вот эти бобы, что ли. Фасоль. Сегодня мой последний день. Смотрите, завтра утром уже улетаю. Постирала вещички. Еще не собрала вот это все мыльно-рыльное, но это потом. И собрала чемодан у меня. Вот он довольно небольшой. Но, тем не менее, образов для фотографий в Инстаграм нормально хватает. И вот на улице облачно. Вот с утра днем лично жара у них. А к вечеру становится вот как в Астане. Пасмурно, дождливо и ветрено. В общем, в основной участие собрала. И завтра утром вылетаю. Угадайте, куда. В местный овощной. Вот такие вот цены. Восплавленные евро за кило. Огромный алоэ продается здесь. И батат. У нас в Астане такого нету. И арбузы. Я, кстати, попробовала этот арбуз. Он такой вкусный был. Такой сочный. Такие вот дыньки. Купила нектарины. И зашла в местный экспресс-магазин. Хочу малину. Смотрите, какие помидоры интересные. И посмотрим, что еще можно тут покурить. И пирог, по-моему, рыбный. Здесь я просто не отраблюсь ничем. И смотрите, здесь есть органическая кола. За 4 евро. И теперь я выбираю напиток, который никогда не пробовала. Надо выбрать что-то. Вот такой вот ужин мне обошелся. 9 евро примерно. Надеюсь, я не отравлюсь. Я просто надеюсь на это. Уже доедаю суши. В принципе, неплохие. И мне очень понравилось это кола-зеро. Азукер. Я не знаю, как это читается. В общем, она не сильно сладкая. И не сильно газированная. Короче, то, что мне нравится. Все, съезжаем с отеля. Лицо у меня не выспавшееся. Лицо. Короче, показываю вам бизнес-лаунж. Потому что здесь есть еда. Я люблю бизнес-лаунжи. Здесь вы можете познакомиться с хорошими дяденьками. Так, вот еще пройдусь, посмотрю, покажу вам, что есть. Там еще есть другой золотом, побольше еды. Здесь вот чуть-чуть. Небольшое количество. Взяла немножко покушать. Но все равно будет еще у нас обед. Встретила в бизнесе своих друзей. Теперь идем втроем на посадку. И встретимся в следующей стране. А точнее, в Хорватии. Всем пока!